Привкус плесени и разложения я уже никогда не смогу забыть. Даже просто ощущение этой субстанции на своей коже повергло бы в шок любого из верхнего квартала. Даже запах невыносим. Но все же наглотаться этой зловонной жидкости и запомнить ее вкус лучше, чем сгинуть в ней навсегда. С трудом выбираюсь на покрытый утоптанным и скользким мхом берег. Не без помощи моего будущего друга и спасителя ныне. Этот берег как будто специально сделан так, чтобы забрать как можно больше душ на дно обрамляющего его озера. А тех, кого скидывают с той стороны барьера, было великое множество, и многим из них судьба не позволила выбраться. Я не стал одним из них, но я стал последним. Впереди была или быстрая смерть на дне этой выгребной ямы, или вечное выживание в долине рудников за барьером, который легко впускает, но никого не выпускает. Он не знал, что ждет его впереди. Мое выживание началось со встречи с кулаком буллета. Не успел я отойти от падения, как его подлый удар отправил меня вновь на дно. В его действиях читалось четкое желание убить меня на потеху себе и своим друзьям, пришедших за грузом от короля и желающим получить захватывающую историю для друзей за ужином. Оставьте его! Ценой моей жизни. А теперь убирайте! Но меня спасли. Давай! Спасибо, Диего. Ты станешь мне другом и генералом моей будущей армии. А пока я для тебя оборванец. Преступник без имени, которого бросили за магический барьер, без права освобождения. Созданный, чтобы исключить саму мысль о побеге и заставить добывать всех преступников и нарушителей магическую руду во благо армии. Но все пошло не так. Барьер вышел из-под контроля и охватил не только рудники, но и землю орков, болота и все остальное вплоть до океана. Бандиты, убийцы, насильники и прочие преступники тут же захватили власть и выдвинули свои требования королю, у которого не было возможности не согласиться. И вот я стою здесь. Мокрый. Вонючий. В кровавых подтеках от разбитого носа. Без имени, оружия и прошлого. По спине проходят разряды магического барьера, напоминающие, что все это место тюрьма, без права выйти из нее живым. Но у меня есть цель. Выйти отсюда. Выйти любой ценой. Выбраться из этого чертового барьера. Наконец круги перед глазами рассеиваются. Я вспоминаю разговор с Диего. Нужно обыскать заброшенные шахты, найти себе какое-нибудь оружие и отправиться в старый лагерь. Там есть маги, а для них у меня есть письмо. С этого и начнем. Ух, привет, ковбой. Меня зовут Эвойс Ребус. Не секрет, что Готика это... А это и была Готика. Моя первая РПГ. То есть это вообще первая серьезная игра и сразу РПГ, в которую я поиграл. И я ее безумно обожаю. Ее главного героя, ее атмосферу, ее сюжет, ее мир. Я понимаю, что это ностальгия в основном. И тем более не утверждаю, что вам нужно в нее поиграть. Кто в свое время это упустил. Но на меня просто что-то нашло. Я решил сделать такое вот видео. В те времена многие вещи приходилось довоображать. Вы слышали, что я говорю? И смотрели то же, на что смотрел я. Но видели мы совсем разное. Я решил записать это видео, так как многие пишут, что Ведьмак это лучшая игра. Что они хотят забыть и перепройти его. Что не знают, что делать дальше, так как уже 5-10 раз его прошли. Я понимаю их чувства. Примерно то же самое я и испытывал в Готике. И надеюсь, испытаю хотя бы еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok